Итак, всем привет, с вами Довгая, продолжаем играть в Викторию Три за Нидерланды. В прошлой серии мы уже сочно так повоевали, я бы сказал, да. Наконец-таки войны пошли. Пошла нефть, самое главное, да, мы уже производим, ну-ка. 22 тысячи нефти, мне казалось было больше, но допустим. Самое главное, что мы добыли себе очень много ресурсов нефтяных. И они просто еще не все работают, на самом деле-то, да. Тут 150 тысяч не хватает, тут не хватает 100 тысяч. А здесь 76 тысяч, можно еще посмотреть сюда, но допустим, здесь уже, наверное, да, уже работают. Хотя вот здесь, допустим, нет, то есть, ну, есть еще места, где могут начать работать, и это займет какое-то время, пока туда придут люди. Ну, я думаю, они обязательно придут, потому что здесь должно быть нормально, привлекательно. Кстати говоря, не превосходное. Здесь вообще, видите, беспорядки. Но опять же, это займет какое-то время. Но затем, затем, я думаю, нормально, потому что здесь, да, здесь очень выгодно работать, очевидно. Нужно лишь, чтобы они все старались идти сюда. Возможно, мне ради этого стоит закрыть как раз такие железные рудники. Здесь, да. Чтобы люди переходили на буровые вышки, все. А потом уже расширяются туда еще. В любом случае, поехали. В этой серии, я думаю, мы уже будем воевать. Во-первых, мы закончили исследовать всю промышленность, верно? Да. Мы исследуем всю военку. В этой серии мы еще будем не так много воевать, скорее всего, только добивать какие-то колонии. Да. А вот уже в следующей мы начнем тотальную войну со всеми державами за завоевание всех нам нужных ресурсов. И начнем мы с войны с Австро-Венгрией, как и было обещано в прошлой серии. Единственное, я вижу, что у нас каких-то хватает железной дороги, давайте их поставим. И сейчас будем подготавливаться к войне Австро-Венгрии. И вот оно, я думаю, время настало. Готовим. Мы сразу, кстати говоря, можем позвать Италию. Можем ее реально позвать, почему бы нет. И да, мобилизоваться мы будем уже под конец. Именно призыв я, наверное, делать не буду. Максимум небольшой вот здесь вход, да. Но не по всей стране, как до этого. Ну да. Вот, если говоря, здесь нейтралитета пообъявлять, чтобы... У меня это... Ну, и так интерфейс весь, видите, загарможден всем. Лучше бы убрать. Электричества у нас не хватает, поэтому подстраиваем. Но это еще больше создавствует нехватки нефти, но с этим мы, вряд ли, что-то поделать сможем. Уже, кстати говоря, вот, к 30 тысячам подрастает. И я вот сюда смотрел, когда в последний раз... Да, здесь, видите, все-таки выросла резкая миграция обратно. Поехали сюда люди. Потихоньку заполнится. Здесь все еще почему-то нет. Достаточно странно, но я думаю, ситуация улучшится. Все еще, да. А, ну, беспорядки здесь, окей. Все логично. Уровень жизни 26,7 здесь средний. Так что, да, как я и говорил, здесь очень выгодно жить. И вот здесь вот нефти тоже. Сюда едут, так что заполняется, заполняется. В франции, кстати говоря, еще зашла за Австро-Ангрию. Но, значит, надо будет опять мобилизовываться сильно. Ну, мы к этому готовы. Можно позвать Италию. Единственное, давайте-ка мы что сделаем. Отсутствие восточного года. Давайте возвращение территории. Вот, Волония, что я хотел. Самое главное. Пытаться вот, Алексембург вернуть в наши земли, так сказать. И смотрите, мы за что уже объявили войну. За Годновер. Добавим сюда еще и Эльбу, потому что и там, и там есть нефть. Причем, ну, нормально тогда, типа, 30 здесь, а 30 здесь. Очень уверенно. Давайте, Эльба найдем ее где-нибудь здесь. Вот она. И окей, мы готовы. А, капсиртаб или Италия все еще готова к нам пойти. Задык ковырный порт в, господи, в Италии. А они не хотят территорию в Италии? Нет? Странно. Мне кажется, вот на это они должны хотеть, да? Территорию захватить себе. А не, блин, договорный порт в своих территориях желательных. Мне кажется, что-то у них сломано в интересах. Они должны хотеть не порт здесь, а все вот эти территории. Вообще, очень-очень сильно не хватает Италии и желания эти территории забирать. Здесь должны быть постоянные конфликты, а их нету. В данном случае, давайте, они хотят порт. Давайте, пускай у них в Далмации будет договорный порт. Без проблем, ребята. Хотите, получайте. И может, все кто-то после этого захочет к нам присоединиться. Ну-ка. Так. Италия типа думает, я так полагаю, да? Да. Переманили. Ясно. Какая-то херня произошла. Но теперь Пруссия захотела. Ну-ка. Перевращение Швеции в Доминион. А, Швеция туда пошла. Ну-ка. И типа теперь Пруссия готова за Доминион. Ну-ка, давайте. А, Швеция марионетка или Доминион? Ну, давайте марионетка, допустим. Мне все равно Швеция не нужна, да? Допустим, будет марионеткой. Усилим Пруссию против Австрии. Ну-ка. Ну что, ну, если к нам кто-то еще зайдет, будет приятно. Какие-то войска не на себя перетянут. Мы все равно Соло победим. Без проблем. Ну, вот да. Вот, войска какие-то будут перетянуты. И это хорошо, конечно же. Опять же, Пруссия должна хотеть Эльза с Фальторингю. Пруссия должна хотеть себе вот эти территории. Почему она вместо этого хочет Швецию? Да. Хороший вопрос. Ну, окей. Нам пора мобилизовываться, да? Хм, как обычно. И, наверное, в этот раз, да? Тут тоже, но... Казуальненько. Не хочу слишком сильно усердствовать. Достаточно казуальненько это все сделаем. Вот как-то так, наверное, и хватит. И этим силами будем здесь сопровождать. Опять же, нам надо заходить не так много на самом деле. Здесь пробиться. И Люксембург пробиться. И Францию, возможно, пробить в первую очередь, чтобы она капитулировала просто. Поехали. Год войны началась. Мы тут везде на наших пограничных территориях поставили войска. Здесь мы где войска поставили тоже. Ну, сейчас постараемся здесь везде фронт продавить. И затем уже все перебросим в Европу. Пруссия будет какое-то время находиться, я так чувствую, в тотальной обороне. И вот первая битва, и становится очевидно, что пробиваться вот в эти техи очень неприятно. Да, мы как раз таки вот на этом моменте, когда чуть-чуть буквально не хватает до нормального... До вот этих вот нормальных атакующих техов. А вот и краш. Вот это нормально для Виктории 3. Ну да, вот как здесь. Ну... Да, я перезагрузил уже игру. Но нас очень-очень-очень много. И поэтому все равно сможем пробиться. Хоть и с потерями, превышающими их потери, все-таки вот такая вот защита. Нам срочно нужно между этой и следующей войной будет апгрейдоваться до танков. И уже с танками идти в бой. И вот здесь вот с потерями мы уже пробиваемся сквозь них. Я думаю, здесь решает то, что у нас медицина хорошая. И у них, наверное, вообще в принципе тоже. Да. Но у нас еще есть... Надо помнить... Массовый призыв. А он влияет... К сожалению, на крашу. Он никак не влияет, крашится игра регулярно в лейте. Он влияет на непосредственно скорость восстановления вашей армии. И вот война продолжается уже очень уверенно. Мы даже помогаем, собственно говоря, Пруссии выбивать врага из своей территории. Да. Немножко надо здесь поперебраться в войска. Потому что они, видимо, немного телепортируются не так. Но в целом, очень уверенно, мы теперь уже из Пруссии выбиваем. Во Франции вообще входим. Здесь тоже успешно потихоньку французские какие-то колонии оккупируем. Ну и, я думаю, скоро должна сдаться Франция. А за ней и Австро-Венгрия. Если у нас, кстати говоря, против кого? У нас еще против Швеции есть казус Белли, на самом деле, да? Нужно будет нам еще и в Швеции, скорее всего, высаживаться. Давайте-ка это и сделаем Виктором. Давайте только заранее посмотрим, где Виктор находится. В Нормандии Эльве, я понял. Вот здесь вот. Смотрите, верно? Нет. Хороший вопрос, где здесь? Нет, Нормандия Эльде Франц, Нормандия Эльве. Хороший вопрос, где он находился? Никогда мы это больше уже не узнаем. Ну, где-то он точно находился. И, кстати, у нас Австро-Венгрия и Франция были огромные торговые пути. Посмотрите, просто как у нас рынок сейчас спросил на этом. И, хотя здесь это не сильно видно, да? Я так понимаю, что здесь у нас просто куча всего позакрывалась в один момент. И у нас сейчас будет куча безработных, так? Да, да. Вау. Аксеверя Пруссию унизили. А вот Франция сдалась. И мы сейчас, я думаю, просто Австро-Венгрия до оккупируем, и она тоже сдастся. И выделили бы торговые пути заново вернуть, да? Франция, вы же не обижаетесь? Ну, судя по всему, нет. И здесь вот мы пока воевали, исследовали уже все нужные вот эти стихи. Ну как, они практически были исследованы здесь. Но мы их доисследовали, исследовали химическое оружие, и уже выходим в танки. В следующей войне мы будем иметь абсолютное военное превосходство. И мы уже смогли восстановиться от этого резкого падения. Ну, видимо, опять же, как я говорил, с Францией очень много торговли было. Сейчас еще со Старингрей восстановим, и будет окей. У нас бюрократия очень сильно упала. Это очень странно. Да? Вроде как у нас хватает на рынке и телефонов, и бумаги. Ну, в случае, подождем мы конца войны, чтобы решить, нужно ли нам что-то еще, да, сюда. Ну, кстати, Гайперс еще тоже решили отделиться. Ну, решили-решили. Вот по этой причине я стараюсь не строить вне национальных территорий. Но в любом случае, эта война уже закончилась. Сейчас мы выйдем в плюс, и мы даже не уйдем в кредит практически. Я думаю, один или два тика еще, конечно, да, мы уйдем. Но это по минималке вообще, по сравнению с прошлыми войнами, когда мы улетали в кредит огромнейший. Да, и вот, собственно говоря, мир прекрасно. Наши Нидерланды непросто так расширились. Только, смотрите, опустошение здесь, здесь. То есть, в порядке эти территории не сразу мы сможем, да, нормально развивать. Не сразу от них будем получать нормальные ресурсы. Но со временем, я думаю, без проблем. Здесь еще куча безработных. Так, ну ничего, мы дадим им работу очень быстро. И от нас отделилась наша нефть. Вот это не очень приятно. Но, опять же, 20 тысяч нефти у нас создает всего лишь плюс 50% и не банкротит все, что у нас зависит от нефти. Вот с шелком проблемы. Я подозреваю, надо будет захватить персию, чтобы шелка побольше производить. Россия решила поддержать персию. К сожалению, как обычно, мне нельзя будет против них никаких кассы были добавить. Хотя я бы добавил, да. А тут есть... А, Россия еще не... Технологии даже не развила. Но вообще тут есть что захватывать? Здесь куча нефти. Она просто ни одно еще не открыла. На самом деле, 90-й год уже как бы про. Но что-то как-то Россия очень остается в этой игре. Еще микровосстание в Австралии, чтобы здесь колонизировать. Но это фигня. Самое главное, вот сюда сейчас мы закинули все войска. Но я думаю, сюда призыв нам не нужен. Здесь соотношение хорошее, качественное соотношение вообще выглядит. Каким-то космическим, да. И это еще мы не поставили производственные методы все новые. У нас все еще вот как бы старые стоят, да. Хотя, как бы хотелось бы, но просто мы не успели бы перед войной, да. Хочется уже закончить войны, потом поменять, зная, что войны не будет. Ну вот мы и без проблем все равно пробиваем их. Уж очень слабые техи в России. Ну-ка, давайте посмотрим. А ну, да, 38 грамотности реально техи качать не даст. Еще у них... Они еще и универы не строят. У них всего лишь 52 инновации, да. Посмотрите, здесь у нас 164. Мы производим. То есть, ну, в 4 раза больше мы техи практически качаем. Еще и распространение у нас космическое. То есть, ну, нам ничуть распространяется, потому что мы впереди всей планеты. Да, Ишкам, конечно, очень сильно не хватает этого всего. Надеюсь, со временем ситуация исправится. А, ну и мы, кстати говоря, параллельно тут уже стали вторым населением в мире, да. Я думаю, если игра будет вылетать поменьше и не будет лагать особо, пока она так, средненько лагает, я бы сказал, скорость явно замедлилась, но еще не смертельно. То, я думаю, мы доиграем до момента, когда Нидерланды будут первыми в мире по населению. Казалось бы, не имея особой территории в Европе, но если посмотреть, да, это было похоже на мои территории, но это просто американская революция взяла цвет оранжевый. А в чем у них разница? Здесь президентская всеобщеизбирательная. Президентская всеобщеизбирательная. И там запрета рабство, и тут, наверное, запрета рабство, да? Ну да. В общем, непонятно, но хотят восставать, восстают, пускай. А Россия тут, видимо, пыталась высадиться или что? Или с чем мы там это занимались? Непонятно. Возможно, здесь есть пути конвоя. Возможно, здесь российские конвои, и они атакуются патрулем. Либо наши конвои атакуют, и мы защищаем их своим патрулем. В любом случае, наш флот справляется, и на самом деле наш флот такой плотненький, да? Но ему есть куда идти тоже. В теории он может стать еще сильнее. Хотя уже очень качественный. Вообще, я думаю, уже знаете, что можно сделать? Тут вот как раз бой идет. Мы его уже выиграли. Можно сделать вот так. Давайте, кстати, сзазомерим. У нас удовольствие, просто мы поменяем. Да, у нас с одной стороны тихие подопадут. Хотя нет, нам хотят, да. Я просто вот еще думаю, нам нужно еще, что будут тогда радио. Радио это электрозаводы, и у нас они, в принципе, есть. То есть у нас будет что переключить на радио. Давайте сделаем вот так. И уже поменяем здесь все на самое лучшее. В скобчиках самолетов этого у нас нет. Значит, не поменяем на самое лучшее. Но вот это можем поменять, опять же, да? И вот это можем поменять. 120 стало. Рынок нормально себя чувствует. Химическое, да? Дотоверенное преступление. Какой ужас. Какой ужас. Перманентно получит фарс. А это не нефтяной стоит? Блин, в плохом месте ивент произошел. Блин, а парень-то неплохой. Да. Вообще, обычно мне было бы плевать, но в нефтяном стейте как-то неприятно. Давайте-ка возьмем дебаф поменьше. О, они уже согласны на мир. Мы тоже. Прекрасно. Так, какие-то неинтересные. Строим мы теперь, да, побольше заводов радио и самолетов. И, соответственно, что мы будем делать правильно? Ставить самолет сюда сразу, чтобы они уже меняли... Меняли снаряжение, и этот дебаф поворошел побыстрее. Вот они аэропланы. Будем строить. Радио мы уже достраиваем. И скоро надо будет построить еще танки. Давайте сразу, знаете, что мы сделаем. Посмотрим, сколько нам нужно будет танков. Четыре сотни, да. Заходим мы вот сюда. Нет. Заходим мы вот сюда. Производство танков. Нам нужно будет примерно 11, короче говоря, заводов машин, которые будут, ну... Давайте в Ганновере. 11 танковых нужно будет. Заводов машин. Прекрасно. Наша военная промышленность готова. Да, я думаю, уже в следующей серии мы доисследуем броню подвижную. И с нашей уже, в этот момент, это будет реально непобедимой абсолютной армии. Уже мы практически непобедимы, да. Но стоит нам добавить сюда еще танков. И все это будет реально, ну, финальная версия. Уже лучше некуда. Можно будет воевать налево и направо. Наша экономика очень себя хорошо чувствует, да. Единственное, нам вот с Францией, а с Трэнкрией не очень хочется воевать. Потому что у нас очень сильная торговля, да, с ними. Как минимум не одновременно. Да и с Швеции тут, вон, смотрите, с Пруссии. Огромнейшие, да. А вот с какой-нибудь США, если посмотреть, тут вообще ничего нет. Так что вот мы сюда будем за нефтью идти. В Канаду. В Британии у нас есть торговля, но, по-моему, не особо большая. Да, так что в Британии тоже, в общем-то, пойдем за колониями. Возможно, в Китае тоже. Почему бы и нет. Ну, а, ребята, с вами был Допгей. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки, комментарии. И до скорых встреч. Пока.